Продолжение следует... И это может быть на первых порах обязательно, я бы так сказал. Это должен быть святой человек с тобой. Через человек. А кто такой святой человек? Человек, служащий Богу, отделенный для Бога, который понимает, что он делает, который несет в себе присутствие Божие. Который знает Бога или старается знать Бога, который живет этой настоящей жизнью, который по-настоящему посвящается и делает учеников Иисуса Христа. То есть он делает, он, грубо говоря, вот кем был Иисус? Он был учителем, который взял учеников в себе. И 24 часа в сутки он был с ними. Скажи аминь. И как вы думаете, в его присутствии ученикам было комфортно? Нравилось ему быть с ним? С ним, да? Нравилось. Они его уважали? Да. Они его любили? Да. Почему? Потому что он их уважал и любил. От него исходило что-то, что с ним было хорошо, с ним было интересно. И вот он ответ на вопрос. Я пришел к этому через центр, через служение. И начал думать, ну ведь действительно моим ребятам, которые со мной, им легко не грешить, когда они со мной. Им труднее грешить, когда они со мной, чем не грешить. И не потому, что они терпят, а потому, что они просто со мной. И все. И если они меня как бы любят и уважают, то у них даже мысли не приходят. Понимаете, что покурить при мне. Ну, например, я просто буквальный такие примеры. Или там напиться. Или еще там что-то, да? То есть, вот оно как работает. Оно работает на самом деле очень просто. В присутствии моем они не хотят грешить. Не хотят. А что получается, когда моего присутствия нет? Сразу начинают приходить мысли. Сразу начинает приходить какое-то желание. Вот. И вот. Ну. И оно работает автоматически. Вот. Только за воротах. И уже другие мысли. И уже другие мысли. Они еще борются. Они еще, они начинают бороться с собой. Они еще там, ну, а может, все-таки не стоит. Ну, ну, понимаете, да, про что говорю? Один христианин сказал, что, ну, как бы, я, говорит, ну, как бы, вот, как я, говорит, какая моя работа? Он говорит, что я как пугало на огороде, говорит. Что когда семена посеяны, говорит, я вот кручусь, говорит, здесь, и распугиваю этих птиц, чтобы они не склевали эти семена, да, я отгоняю дьявола, я отгоняю эти лукавые мысли, да, я присутствую здесь. Чем я отгоняю? Я отгоняю своим присутствием. Все. То есть, вот это вот так вот работает на самом деле. Поэтому, ну, для тех, у кого там серьезные проблемы, да, с какими-то, да, моментами, что им нужно быть? Ну, больше быть в присутствии того, в чем присутствии тебе, ну, как бы, легче не грешить. Легко не грешить. Потому что, ну, на самом деле, это, ну, как бы, не очень хорошо, когда ты все время терпишь, 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 терпишь. Нет. Ты, тебе должно быть просто вот комфортно, и все. Вот, и это должно стать твоей жизнью. Ты уже, если ты долго находишься, да, вот с этим человеком, долго находишься в чистоте, да, то ты вдруг осознаешь, что оказывается это уже твое состояние. Это не просто ты делаешь так, потому что, да, как Павел говорит, да, вы должны быть такими и в моем присутствии, и в мое отсутствии, да, то есть, ну, оно так работает, на самом деле. И я вот понимаю, представляете, как, ну, мы должны, ну, к этому относиться, что вот Иисусу три года понадобилось, да, учеников учить. Три года быть с ними каждый день. И это не могло быть по-другому. Нельзя просто дать инструкции и сказать, я тебе сказал, все, вот ты не греши, ты делай так-то, так-то и так-то, да, не работает. Работает через личность, через отношения. Вот так вот это работает. Когда согрешил Адам, скажите мне. Вот, потому что все, на самом деле, вот оно доказывается. Я говорю, вот мы в это начало всегда возвращаемся в это вот согрешение в Эдемском саду и достаем всегда оттуда какие-то новые факты. Вот раньше у меня как не было этого вот, ну, факта. А сейчас я понял, когда согрешил Адам. Когда Бога не было. Ну, вот так история нам описывает. Потому что нам история описывает, что Бог в прохладе дня приходил к Адаму. И они общались. А когда Адам кушает этот плод с дерева познания добра и зла, Бога рядом нет. То есть, он не ощущает его присутствие. Мы понимаем, что Бог везде, да, как, ну, как бы, да. Но, значит, есть отсутствие Бога рядом с ним как личности. Понимаете? Как личности, которую он ценит, уважает, любит, не боится. Понимаете? Мы, наши, вот это вот, как бы, нежелание грешить, да, и вот эта борьба с грехом не должна быть основана на строке. Не должно быть, что вот я не грешу, потому что я боюсь, что меня поругают. Понимаете? Потому что, ну, это не повод, чтобы не грешить. Это не свобода уже. Понимаете? Поэтому Бог нас создал свободными. Понимаете? Со свободой выбора, со свободой воли. Вот. Но Адам согрешает, когда Бога не было. Да, и он приходит, и Адам спрятался уже, да. Адам, ты где? Позвался. Адам говорит, я убоялся. А не ел ли ты плод? Оказывается, что ел. И так далее, да. И началась вся вот эта вот штука. И тогда что делает Иисус? Чем Иисус превосходнее Адама? Да? Ну, во-первых, Он есть сам Бог. И это тоже то, к чему мы придем. А во-вторых, Он показывает, ну, как бы через свою земную жизнь, людям открывается личностно. Чтобы они Его приняли как личность. Впитали Его, были с Ним как с личностью. Он стал ясен, стал понятен. Помните, да, апостол говорит, вот я сегодня это цитировал, что наши руки Его трогали. Наши глаза Его видели. И это было вот для них самым-самым таким вот, ну, ценным, главным. То есть, из них теперь вот, ну, невозможно это достать. Нельзя сказать, вам показалось. Нельзя сказать, вы гоните, да. Ну, нельзя. Они вот, ничто из них теперь это не заберет. Понимаете? Вот они Его видели. И они с Ним были. Все. И были с Ним продолжительное время. И они настолько, как бы, насмотрелись на Него. Они настолько Его наощущались, начувствовались, что они, как бы, все, они уже не смогли забыть. Вы же тоже, вот как мы ощущаем, там, других людей или вспоминаем других людей. Ведь мы не всегда вспоминаем, ну, вот, лицо, там, и так далее. Мы, мы людей и других вообще чувствуем, мы чувствуем их как личность. Что это за личность? Что он несет в себе, да? Какой человек злой, лукавый, хитрый, тупой, там, я не знаю, разные бывают, да, умный какой-то, да, там, но это личность какая-то, да, там, резкий, грубый, там, да, или наоборот, мягкий, нежный. То есть, вот, ну, это качество личности. Понимаете? И вот ученики были в Его присутствии. В присутствии Бога явлено, явлено в теле человека. Для того, чтобы вот они смогли полностью, вот, ну, сказать, что да, вот мы Его знали, мы были с Ним. И вы понимаете, что делает Иисус? Он говорит, что я уйду для того, чтобы прийти и всегда быть с вами. Аминь. И вот, вот оно, лекарство против греха. Понимаете? Лекарство против греха в Его присутствии в наших жизнях. В постоянном присутствии. В постоянном присутствии как личности. Понимаете? Не как закона, который сказал, как делать, а потом ушел специально, чтобы проверить, да, ну, как ты поступишь, да. Мы иногда, мы иногда поступаем так с людьми. И я понял, что если я буду так поступать с людьми, это, ну, это противоречит моему вот этому, ну, как бы внутреннему, вот, я не прав буду. Зачем людей проверять? Знаете, некоторые проверяют людей. И потом говорят, ну, я проверял. Подбросили ему там что-то, да. И потом говорят, привет, настоящая любящая личность, настоящий любящий человек, он не будет проверять. Правильно или нет, там, да? Муж жену будет проверять. Вот есть там, есть там сейчас передачи там всякие, да, такие гнусные, да, когда там проверяют они друг друга, там, со скрытыми камерами. Ну, понятно, что там фейки, может быть, какое-то количество не фейков есть, но вот, а, или даже там, даже есть такие передачи, когда там вообще специальные искушения. То есть там прям актеры, и он прям вот, и садятся, их там снимают, и он ей там предлагает, там, да, поехали со мной, поехали ко мне, там, мне тачка и так далее, да. И потом забегает, ах ты, там, да. Вот, понимаете, любящий, да, он не будет проверять. Аминь? Он не будет проверять. Зачем это нужно делать? Потому что я вижу, когда Иисус, когда Иисус знает, что Петр будет испытан, он говорит, Петр, сатана просил испытать вас. Ну, я молился за тебя. То есть он, помимо того, что он, ну, через испытание пройти надо, но Иисус предупреждает любящего человека, ну, любимого своего человека, да, он предупреждает его и говорит, что я за тебя молился, ты будешь испытан. Поэтому, так когда обратишься, ты там еще других, ну, как бы, да, но, ну, как бы, другим словом, он говорит, ну, это должно быть, Петр, ничего тут я не могу, ну, как бы, не то, что я не могу ничего сделать, но это должно быть, это для тебя, это тебе нужно, да. Вот, поэтому, вот я говорю, что мы должны, не то, что мы должны, должны опять, ну, мое такое нелюбимое слово вообще, но другого нету иногда. Вот, поэтому, познать Бога как личность, понимаете, познать Бога как личность, любящую тебя и уважающую тебя, аминь? Любящую и уважающую. Вот это настоящий Бог, он не просто тебя, вот вы посмотрите его притчи, его, как бы, это, вот, как он действует вообще. У Петра в лодку говорит, отплыви от берега, ну, там, и мы видим, он просит, то есть, как бы, он может приказать, а он просит, дай мне попить, да, у самарянки, дай мне попить. Да, то есть, ну, нет слова «пожалуйста», может быть, оно было, может быть, его вообще просто не было в культуре, да, дай мне попить. Все стою у двери и стучу. Вот стою и стучу. Кто отворит, к тому войду. Ну, я не буду выбивать дверь с ноги, я не буду заходить, и ты же знаешь, что, ну, я тебе больше всего нужен, он говорит, я стучу, я такой, я не врываюсь, понимаете, я личность, я уважаю тебя как личность, я люблю тебя, я буду тебя любить, я буду тебя носить на руках, я буду о тебе, ну, там, пытаться заботиться и так далее. Понимаете, вот, ну, я это тоже, как бы, понимаю, я вот, ну, когда с ребятами тут в центре возишься, да, то есть, я понимаю, что я ничего не могу сделать. Вот, я ничего не могу сделать, чтобы они, как бы, да, ну, изменили там свои жизни, да, чтобы они начали жить нормально, чтобы они узнавали Бога. Все, что я могу делать, я могу их любить. Любовь, она всегда надеется, она всегда верит. Я ничего не могу сделать, когда они хотят уйти. Ничего я не могу сделать. Вот он хочет уйти, и я должен его отпустить. И я не хочу его, ну, и я понимаю, что я могу, наверное, поругаться и сказать ему, вали, гад, да, сколько ты у меня крови попил, и сейчас еще, ну, как бы, хочется иногда. И, может быть, даже иногда и говорю что-нибудь такое, когда не выдерживаю, но много раз, как бы, понимаю, что, ну, ничего я не могу сделать. Лучше пускай уйдет, как бы, а потом вспомнит, что, как бы, вот, ну, в этом доме было хорошо. Как блудный сын, который, да, вот, он хочет уйти и просит свое наследство. И отец мог бы сказать, ты грешить идешь, какое тебе еще наследство? Иди уже, вот, знаете, три копейки иди. Нет, отец делит, написано на наследство, отдает ему его часть, сокрушается, но отпускает сына. Назад еще не пускаешь. А? Назад еще не пускаешь. Я и назад не пускаю. Промеряю. Иисус тоже не всегда пускает назад, он говорит, что идете, да, вы называющие меня, Господи, Господи, да, это немножко другое. Но, но, бак, ты жди, но ты-то здесь, да, ты ваше, что-то, ну, ну. Ну, сколько раз, да? Сколько ты уже раз уходил, приходил, да? Много, да? Дескать. Два. Дешево. Два? Два. Два умноженное на два, как минимум. Вот, не в этом дело, я просто, понимаете, я не Иисус. Я только хочу быть на Него похожим. Понимаете? Я хочу из Него черпать тот образ, на который я хочу быть похожим. Понимаете? И вот в этом и есть самый смысл христианства. Понимаете? Мы, он есть образ Бога невидимого. Вот, его образ, это самый верный образ, который должен быть у человека, у христианина и вообще, вот, ну, то, как Бог это все создал. Вот, его образ. И мы в Евангелии, он нам, нам этот образ открывается. Не сразу, не каждому человеку открывается. Это открывается через отношения. Это открывается через какое-то время, да? Это открывается обязательно через отношения, как я уже сказал, с людьми, с христианами. Как Павел говорит то, что будьте подражателями мне, как я подражаю Христу. Он говорит, у вас пока, вам трудно подражать Христу, потому что вы его не видели. Он говорит, а я его видел, да? И он с ним встречался. И апостолы с ним встречались. Почему апостолы и апостолы? Знаете? Потому что они с ним встречались. Они впитали его образ. У них не было нового завета. У них был Ветхий Завет, который на тот момент, они совершенно, ну как бы, он только начинал открываться. Что этот Ветхий Завет оказывается про Христа. Понимаете? И там еще нужно было много-много-много работы произвести. Много откровений оттуда достать. Но тогда он только начинал открываться, да? И что у них было? У них было вот это вот, у них был Христос. У них был образ вот этот, да? И они на Писание смотрели через образ, а не из Писания смотрели на образ. Понимаете разницу, нет? Мы опять приходим к тому, вот о чем мы тут разговаривали, да? Приезжал Руслан, учил нас, да? И нам сказали, только Писание, да? И его нужно изучить, нужно найти самый настоящий смысл каждого слова, что это слово значило. И только после этого мы можем вообще что-либо утверждать. Хороший подход, но это не первоначальный подход. Первоначальный подход это образ, это Иисус Христос, как бы открывшийся, да? Как личность. Бог, явившийся в личности Иисуса Христа. Через который мы будем смотреть на Писание. И Писание будет подтверждать этот образ. Понимаете? Иисус больше Писания. Скажи аминь. Понимаете? Аминь. И я рад, что вы говорите аминь. Потому что, ну, некоторые скажут, ну нет, Писание должно быть первично. И мы там еще посмотрим, да? Как Иисус нам открывается через Писание. Но мы Писание, Писание, оно подтверждает Христа. Оно свидетельствует о Христе, да? Он говорит, исследуйте Писание, потому что все Писание свидетельствует о мне. Но, поэтому и апостолы, они, когда, поэтому нам вот эта вот схема рисуется, да? Что Иисус краеугольный камень, а потом идет основание апостолов. Тех людей, которые вот лично с ним были. Понимаете? Еще раз говорю, из них теперь этот образ никак не достанешь. Вот придет какая-то подделка, и они скажут, он не такой был. Я знаю, какой он. Ну, как бы, да? Я это ощущал. Я не перепутаю его уже. Я его узнаю. Вы помните, как они его узнавали, когда он был неузнаваемый уже? Да? Это как некая такая стадия, что они уже по плоти его узнать не могли. Не знаю, почему. Не знаю, почему. Что у него там? Ну, тела вроде нет. Тоже тела у него было, да? Но вот он скрыт был от них по плоти. Это как, ну, такой уровень, да? Но когда он начинал с ними разговаривать, когда он начинал там, он Марию по имени назвал, и она Рави, ну, как, да? Все, сразу у нее, понимаете? Его голос, ее интонация, сердце отзывается на его голос. Он говорит, мои овцы слышат мой голос. Мои овцы знают мой голос. И Петр там, да? Есть у вас рыбка какая-то? Есть у вас что покушать там? Они на озере там рыбачивают. Нет, ничего не поймали. Ну, закиньте сеть с правого берега. И они вот, да, как это, ну, я вот думаю, вот как они закинули опять вот кто-то, да? Они до этого не знали, что это Христос. Но как бы вот он им говорит слово «закиньте сеть», и они как зомби, да? Бум, закидывают, ловят. И потом до одного ученика доходит. Это Господь. И Петр все понимает. Быстренько одеждой опоясывается. Вы пока гребите, а я быстрее поплыл. Помните, да, как Петр реагирует? Он, ну, они там быстро пригребли, но он все равно первый приплыл. Ну, вот, когда, понимаете, вот, ему только вот один человек намекнул, слушай, это Господь. И как он, это не то, что ему кто-то сказал, и он, а, да, точно. То есть у него уже внутри, он и так внутри уже как будто это знал, да? Просто вот, ну, вот нужна была вот эта вот искра, и он и сам все понял. Конечно же, вот это я, ну, туплю, вот это я торможу. Но я, по идее, должен был первый его узнать, да? Ему, может быть, вот, ну, он такой был амбициозный, да? Он потом спрашивал даже, да? То есть он, я думаю, что он немножко завидовал Иоанну, что Иоанн, он первый, он ближе к Богу. Он на коленях там лежал, он спрашивал, да, через него, да, что там, да, про Иуду, да, кто предаст его. А потом, когда они вместе идут, и ему Иисус говорит, паси овец моих, и он там спрашивает, а с этим что? Ну, типа, вот, ну, что же ему-то вообще, если, ну... И Иисус ему говорит, тебе что? Какая разница? Ты за мной следуй, да? То есть вот, ну, но мне нравится, понимаете, вот это... Петр живой, мы личности, понимаете? Мы личности, и Петр живой, Иисус, как бы, ну, видит, и он разговаривает как с личностью, он как бы даже, ну, вот, так, да? Да, нестандартно так разговаривает, так, ну, чисто по-человечески. Да тебе что? Какая тебе разница? Ты давай за мной следуй, да? То есть я вижу вот этот, ну, диалог личностей, диалог живых, да, вот таких, то есть это не какой-то такой стандарт, ну, как вот, правило, да, религия какая-то, нет, вот, нормальная жизнь такая, да, личности, которые общаются, да, и вот Иисус открывается нам так. Так, я говорю, что это связано с последним временем очень сильно, потому что если в нас не будет образа Иисуса Христа, то нас легко будет обмануть. Вот один из таких примеров, я просто, ну, он такой сейчас, наверное, для всех понятный. Вот сейчас в Фейсбуке, вот где бы там ни было, в ленте, да, сейчас много вот этих вот картинок выкладывают, с какими-то стихами из Библии или с какими-то изречениями такими, ну, духовными такими, там, вот прям, ну, часто хочется сказать аминь на все. И ты вот, и знаете, вот я понимаю, что есть люди, они вообще, вот у меня есть один товарищ, который, он чуть-чуть, ну, у него крыша поехала, и, ну, причем на фоне, вот, ну, веры, да, он вроде как начал там все за Богом, все для Бога, и сидит дома не работает, и не ест, и ему Бог сказал, и я говорю, ты Библию такой читаешь? Ну, иногда. И я в этом слове услышал, что не читаю, просто вот, ну, как бы ему неудобно было уже, вот на это ответил, ну, как бы на вопрос, что сказать, да, не читаю, да, а я вот, а он нашел вот этот, я говорю, а как ты с Богом-то разговариваешь там? Ну, он мне раньше как бы говорит, ну, вот, типа, я так понял, что есть пару сайтов, на которых вот каждый раз выкладывают какие-то картинки, и он там вот получает для себя какие-то направления, короче, через это. И все, но его жизнь, она вообще не отражает христианство нормальное, адекватное. Мама на него смотрит, как на сумасшедшего, его попросили сделать, он там, он электрик, и раньше нормальный был электрик, его попросили сделать розетки, сестра родная, там, что-то вы по электрике, Миш, может, придешь, посмотришь. Он говорит, Господь все усмотрит, Господь все, ищи Бога, и Он тебе поможет. Они в шоке просто, вот, ну, просто, и я понимаю, что это не христианство, это то, что, ну, отталкивает от христианства, это, ну, как бы, это фанатизм какой-то, просто религиозный, и вот, ну, вот, все ему, и вот он пытается быть верным Богом, и Бог сказал, вот, там все, все, ну, кто смотрит, они как бы, ну, в шоке от этой ситуации. И я говорю, вот он питается, ну, как бы, это, ну, я не знаю, чем он питается, там, ну, одно знаю картинки вот этих, и я тоже, вот, если честно, мне вот эти картинки больше подбешивают, если честно. Их вот везде вставляют, их куча, я понимаю, что иногда, ну, нет ничего, я не, в небольшом количестве нормально, но их просто такая куча, я просто говорю, в чем может быть опасность, что, ну, как бы, сейчас век вот этой информации, ты привыкнешь доверять вот этим высказываниям, картинкам, питаться оттуда. И потом там немножко может измениться информация, ты можешь даже не заметить, изменятся какие-то чуть-чуть формулировки, принципы, да, и так далее, и ты можешь даже вот, ну, вот, просто этому доверять. И если ты не имеешь образа, тебя вот это может увести куда-то. А сейчас такие умные компьютеры, сейчас такие умные вот эти вот искусственные интеллекты, когда тебе вот вообще, ну, я пока в это не верю, как бы, что это вот, ну, действительно может со мной там произойти, но немножко как бы вот, ну, так вот побаивают, думаю, я не представляю их вот, ну, возможностей, да, если будет какая-то вот у них стратегия, там, вот тебя как-то, ну, запудрить тебе мозги, назвать, ну, по-другому, переделать какие-то принципы, то это может получиться. Но если ты имеешь образ внутри себя, то ничего тебя не изменит. Потому что, вот, ну, вы знаете, христианство, оно очень разное. Сколько существует сект на основании христианства? Они по-разному все тратуют Библию, они тебе так уговорят, да, и мы понимаем, там, свидетели Иеговы, ну, такая мощная организация, и люди искренне верят. Понимаете, у меня вот учитель, там, в МТИ, и там, ну, я еще с ним сам не поговорил, но про него вот говорят, что он бывший свидетели Иеговы, причем какого-то высокого ранга, там, ну, дослужился, грубо говоря, да. Ну, как бы вот, слава Богу, он, да, потом пришел к Христу, и сейчас даже вот эти все знания, он, ну, он понимает, как бы, он как раз вот, ну, многие вещи эти исповедует, да, что, ну, как бы Христос в центре всего, что Христос это Бог, Дух Святой это Бог, Бог Отец это Бог, и там один не меньше другого. И как это понять нашим человеческим разумом? Трудновато, но если это изучить, если, как бы, этому посвятить время, то это можно понять тоже, да, многие эти моменты можно понять. Я раньше вот к Троице даже, ну, как бы, слава Богу, что я ее даже не проповедовал, как бы, ну, вот я знаю, Бог триедин, все, в меня это вложили, христиане, да, и я это вот как принял, так и принял, да, и долгое время я в это не погружался. Но вот, слава Богу за Бога, что он меня отправил в институт, и у меня была там возможность вот над этим размышлять, и люди, которые это через себя пропустили, они смогли это объяснить. Поэтому нам надо учиться, я вам, ну, вот, я вам чуть-чуть сегодня дам этой пищи, я вам, по-моему, уже чуть-чуть говорил об этом. Вот, знаете, какой наш Бог? Один из таких откровений, таких интересных, я думаю, вам будет. Наш Бог, это, ну, как бы, он, как, ну, ладно, мы отпустим слово мужчина, ну, как бы, человек возраста 30-35 лет. Вы сейчас, аминь, аминь. То есть Иисус, вот Иисус есть образ Бога невидимого. Вот он всем, всей своей личностью, он явил, как бы, Бога, да, и это не случайно, что он, например, не стал являть Бога в 28 лет, или в 27 лет, да, и это не просто какая-то еврейская, традиция, это определенный принцип, который Бог нам пытается через это передать. Вот он смог явить Бога вот в этой вот своей полноте зрелости, да. Почему это важно? Потому что у многих есть такие вот стереотипы. Отец, сын и Дух Святой. И некоторые нарисуют такую картинку. Кто-то там, да, сын, папа бородатый и голубь, да. И вот она, как бы, троица такая, да. То есть, но это неверная троица. И мне очень нравится, я бы кого-то попросил, у кого интернет работает, забить сейчас и потом пустите по рядам. Икона Андрея Рублева, троица. Я не знаю, какой это год. Жень, есть ли у тебя интернет? Просто забей, и там будет, икона сама всплывет, и вы посмотрите. Я хотел бы на телевизоре ее отобразить, но телевизор не подключен, мы не успели. Да, мы можем сказать, ну, что ты православный, что ли, что мы сейчас иконы тут будем, ну, как бы. Мне это в институте показали. И я принял, знаете. И принял без каких-либо, вот меня даже не будоражило, на самом деле. Я потом посмотрел кино Андрея Рублева, может быть, кто-то смотрел. Там очень интересные мысли такие вложены. Ну, то есть, это был действительно просветленный человек. И вот эта его икона, это не икона, вот как, ну, в нашем плане, там, вот нарисовал там святого. Это откровение. Если вы посмотрите, там изображены три молодых человека. У них одинаковое лицо. Посмотрите, они все одинаковое лицо, да? Ну, кто-то даже говорит, что это даже женское такое лицо немножко, да? Ну, это молодые люди. И все, у них у каждого одинаковое лицо. Они одеты в разные одежды, потому что они, ну, разные роли исполняют. Но вот так, на самом деле, это еще святые отцы, когда Троицу, ну, как бы, когда учение о Троице было сформировано, это примерно, там, третий-четвертый век. Оно было, это отцы-каппадокийцы. То есть, церковь, на самом деле, смогла сформировать, сформулировать учение о Троице уже после нескольких соборов, когда как раз были ереси, да? Что там были ереси, что арианская ересь, да? Что Иисус, он, ну, когда-то был рожден. Ну, Бог, но не совсем, Сын Божий такой, да, что он, мы что в Евангелии от Иоанна вначале читаем? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все им начало быть, ничего без него не начало быть. Все, то есть, мы видим, что вот он, как бы, фундамент нашей веры, вот оно, ну, как бы, Слово Божье, то, что поняли апостолы, то, что осознали апостолы. То есть, потому что Иоанн, он пишет свое Евангелие как богослов, он не просто описывает события, он интерпретирует, как бы, через себя свое понимание, свое откровение, он объясняет, ну, и он начинает Евангелие точно так же, как начинается Бытие, вначале, вначале. Там, я не помню, Слово это еврейское, да, вначале сотворил Бог небо и землю, начинается Бытие Библия, да, и Иоанн прям берет оттуда, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было у Бога. И это Слово, он дальше пишет, стало плотью и поселилось среди нас, и обитало с нами полная благодать и истина. И вот, ну, и он нам открывает, как бы, ну, смысл, как бы, Бога, да, смысл пришествия Иисуса Христа, что, ну, Бог воплотился, и это Бог. И вот я говорю, что, что означает, что наш Бог, он, ну, молодой, такой, да, это не значит, что он, то есть, вот, да, но он вошедший в полноту свою, да, то есть, как бы, о чем это говорит, что, это не то, чтобы вот, как, по-человечески молодой, а это говорит о его свежести, это говорит о его характере, о его личности, что он не старый старик, такой ворчун, такой, уставший уже от того, что люди грешат, сожгу вас всех, тварь, да, и, понимаете, то есть, или там, я сказал, так и будет, то есть, понимаете, что это, ну, нам дает, когда мы видим Иисуса Христа и смотрим на Иисуса Христа, Библия нам говорит, вы вот сейчас смотрите на Бога, вот такой Бог. Понимаете, помните, когда он с Филиппом разговаривает, Иисус, он говорит, когда ему Филипп говорит, ну, покажи уже нам Отца, и довольна для нас будет, да, то есть, вот, ну, такой, очень интересный такой диалог, когда Иисус говорит, иду к Отцу, и приду к вам, и так далее, и Филипп ему говорит, ну, покажи уже Отца, уже, самучил ты нас уже, да, ну, по-разному можно, да, там всякие предложения, но, все равно, да, как бы, вот, некое, некое, как бы, вот, и что ему Иисус говорит? Филипп, Филипп, я столько времени с вами, и ты говоришь мне, покажи мне Отца. Разве ты не понимаешь, что я и Отец, это одно, я его полное отражение, поэтому я вам дам сейчас эту вот икону посмотреть, чтобы у вас вот, ну, немножко изменилось представление, и вы немного вот по-другому поняли вообще, что такое, как бы, ну, кто Бог, что эта личность такая же, как Иисус Христос, вот он, он как личность, вот он был с ними, вот какой он был с ними, какой, вот они его видели, что он добрый, что он сильный, что у него есть власть, но он ей часто не пользуется, да, что он может повелевать, но он часто просит просто, да, что он никому ни разу не отказал, да, он переживает, он прослезился однажды, да, когда Лазаря воскрешал, да, то есть он друг, да, у него есть друзья, да, он ходит к Лазарю, к его семье, и у него там Марфа, Мария, Лазарь, и он просто вот с ними друг, понимаете? Вот он личность просто, и он открывается нам, Бог в Иисусе Христе, он Моисея назвал другом, он Авраама назвал другом, да, вы друзья, Иисус апостолов называет друзьями, да, то есть вот так Бог открывается, Бог это не старик, Бог это не дядька злой, и Отец он такой же, как Иисус Христос, и это очень важно понять, и Дух Святой точно такой же, то есть вот это вот троица, которую Рублев изобразил, я действительно, ну, я не ожидал, для меня это большое откровение, что, ну, это откровение, он нарисовал из откровения, он не нарисовал из воображения, он нарисовал из откровения, он изобразил вот эту личность Бога, да, который вот три, ну, каждая личность и это, да, поэтому Иисус говорит, Филипп, ты видел меня, ты видел отца, отец и я одно, ты думаешь, что вот я такой-то добренький, такой вот, ну, такой вот молодой, такой вот я такой, а отец там какой-то другой, да нет, я вам отца отображаю, он так же, он так же, как, он вот точно такой же, так же чувствует, так же думает, так же, ну, как бы видит вещи, и, ну, для меня это, как бы, действительно, ну, круто, что вот нам Бог открывается таким, знаете, давайте, давайте откроем Матфея, 25-ю главу, если кто открывает, я вам просто вот прочитаю это место, это про то, как господин давал таланты, а потом приходил, да, и ему, ну, как бы, пять, там, сколько, два, пять, один, то есть, да, и вот я про этого человека, которому дали один, и который зарыл, да, и здесь вот 24-й стих, подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, послушайте еще раз, я знал тебя, что ты человек жестокий, представляете, вот, что говорит этот человек, он говорит, я знал тебя, как человека жестокого, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб или нибудь, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. В чем разница вот того, что говорит ему вот этот раб, и то, что ему отвечает господин, есть какая-то разница, он же его, его же слова цитирует, там нет слова, я жесткий, то есть он признает вот эти вещи, да, ты знал, что я не, что я собираю, да, где не сеял, жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, но он не подтвердил вот это слово, что я жесткий, понимаешь, или жестокий, да, или, ну, там есть разные переводы этого слова, но это, поэтому это ошибка этого человека, я вижу, как бы Иисус, он не реагирует, он игнорирует вот это вот, ну, слово про него, что он жесткий, понимаете, что он жестокий, потому что, ну, и он не оправдывается, он говорит, я не жестокий, я не жесткий, вот, и почему? Почему? Потому что вот он не такой, и все, он не такой, и он не собирается оправдываться, и кому будет открыто, какой он, да, кому открывается, какой Иисус, тот никогда не скажет, что Иисус жесткий, что никогда не скажет, что Иисус жестокий, он, ну, он, ну, такая личность, с ним так комфортно, с ним так приятно, ты смырешь на учеников, как бы, вот, и вот, ну, Я действительно чуть-чуть завидую Что они могли быть с этой личностью И ощущать эту личность И все за этой личностью подмечать Замечать, как реагирует Как себя ведет Я вижу, что Иисус Мы сейчас блаженны Мы блаженны тем, что мы можем По вере впитать этот образ Понимаете, вот то, что мы должны сделать Мы должны впитать этот образ Чтобы ничто из нас Потому что то, что мы видим, то мы отражаем Вот 2 Калимфианум, 3 глава Прочитаю Хочется, чтобы вы меня услышали сегодня Потому что это настолько важно Это важнее всего вообще Вот если сказать, что самое главное Сегодня я вам скажу, что это и это Потому что мы можем говорить про любовь, про веру Ну как если мы будем про это говорить В отрыве от контекста и от личности Иисуса Христа Мы ничего не поймем до конца про любовь Про настоящую любовь Настоящая любовь нам открывается Через личность Иисуса Христа Через то, как Он любил Через то, как Он был вот этой любовью Все время Кто к Нему бы не обращался Он всем решил проблемы Даже если иногда Он там, да Самарянке, там Или Серафиникиянке, да Которая просила за дочь Он как бы сказал так жестковато Да, что вот так вот должно быть Но когда она сказала нужное слово Что и псы едят крохи Которые падают там со столов Хозяев Он сказал Ну за это слово все За это слово твоя дочь исцелена Иди Да, то есть я вижу, что Ну вот вы в Евангелии видите хоть одно Хоть одно свидетельство Чтобы Иисус где-то не справился Где-то не помог Где-то не отозвался Где-то не ответил Нет Понимаете Нету этих мест Потому что эта личность была Ну доступна Открыта Нежна Любвеобильно Трости надломленные не преломи Льна курящего не угасит Он даже проповедовал Не как и Ан-Креститель Если Ан-Креститель Он орал Да Он Отроди змеиное Идете, да Боитесь сгореть Твари, да И То Иисус не проповедует так Иисус не проповедует так Написано, что Не услышит его голос Даже на улицах То есть он Он учит Он ну как бы вот И он всех принимает Там даже так написано Да и приносили к нему больных И написано И всех 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 Все На всех возложил руки Детей принесли Привели И ученики начали Роптать Ну зачем здесь дети Это же так серьезно все Что мы здесь Детский сад будем разводить Он говорит Спокойно И детей тоже ко мне Приносите детей Потому что вот Не станете как дети Не войдете Царства Божьего То есть ну Вы понимаете Личность какая открывается Какой он Мне очень понравилось Вот у меня есть тоже Друг Верующий Который к нам ходит Тоже на собрание И вот он Там какие-то вот моменты Происходили Мы о чем-то спорили И он говорит Ну неужели вот Иисус Он ну вот такой А я вот Ну я говорю Да Он ну как бы Он имеет ввиду Ну неужели вот он Кому-то там нагрубит Да Неужели он будет Вот ну вот так себя Иногда вести Там в каких-то Он говорит Ну и я понимаю Что я как бы Вижу в этом человеке Что он начинает Видеть ну настоящего Христа И он начинает Как бы Ну как бы Он принял этот образ Его да Вот как он принимает Всех Иисус да Что Иисус даже Он даже религию Не срамит Когда религия К нему приходит Да То есть как бы Когда Никодим К нему ночью пришел Мы видим что Иисус Ему не говорит Ну че ты В нем ты не пришел Лицемер Ну правильно или нет Многие бы из нас Иногда Так сказали Многие из нас Бросают людям Какие-то слова Мы раним людей Там да Может быть там человек Коет на собрание Там еще курит И ему христиан И христиан Уже там всех Вот так вот Выворачивает Они как же Как же так же Ты же должен Бог же освобождает Он Принимай Люби Расширь свое сердце Для того чтобы Принять этого человека Таким какой он есть То что Иисус Он вот был Друг мытрем и грешником Любил есть и пить вино Он Он Опять же Это его образ Он вот был таким Чтобы вот никаких Преград людям Да Не поставить Чтобы они вот Не познали его Не узнали его Да Закей мытарь вроде как бы Да У тебя сегодня буду Да Радостный Второй колимфиан Третья глава С пятнадцатого стиха Может даже с четырнадцатого Но умы их ослеплены Ибо то же самое покрывало До ныне остается Не снятым По чтении Ветхого завета Потому что Оно снимается Христом До ныне Когда они читают Моисея Покрывало лежит На сердце их Но когда обращаются К Господу Тогда это покрывало Снимается Господь есть Дух А где Дух Господень Там свобода Мы же все Открытым лицом Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся В тот же образ А слава Слава Как от Господня Духа То есть Ну мы вот Мы даже не до конца Понимаем Как вот Что имеет ввиду Павел тут вот Но Все равно мы можем понять Что мы вот Как в зеркале То есть Мы зеркало Понимаете То есть Мы И это зеркало Мы ставим перед Иисусом И тогда вот Мы начинаем Его отражать Мы Вот взирая на него Вот на этот образ Мы преображаемся И поэтому Ну Я считаю Что последнее В последнее время Это будет Очень сильно Связано Вообще С испытаниями Последнего времени Давайте я вам Открою Такие Да Чуть-чуть вам По сегодняшнему времени Жути вам Немножко Нагоню Вам же нравится Чуть-чуть страшилки Про 666 Вот я хочу вам Это место прочитать Немножко Его интерпретировать Нет? Нет Все Я нашел 13 глава Откровения Садился в тусклое И прочитаю Я не буду Все интерпретировать Я говорю Я предпочитаю Продолжать Немножко Видеть Сквозь Тусклое стекло Знаете Вот Когда мы Павел Он дал Такую хорошую Нам подсказку Он говорит Мы сейчас Видим пророчески Как сквозь Тусклое стекло То есть Тусклое стекло Мы видим образы Мы видим Очертания Мы видим образы Есть такие попытки Проковырять В этом тусклом стекле Какое-нибудь место Так протереть Я хочу более ясно Но ты более ясно Увидишь фрагмент И тебе в принципе Не даст это ничего И вот Это фрагментарное Фрагментарное Видение Вот этих ситуаций Я бы так сказал Что это Не очень хорошо Для последнего времени Лучше все-таки Видеть Целостную картину Как образ Но сквозь Тусклое стекло Вот пускай Это так остается Потому что В этом больше смысла Чем Прорисовки Каких-то отдельных деталей Многие будут Увлечены Сейчас А вот это А вот это что значит А вот это А это какая печать А это там Сколько рогов А это вот К этому подходит То есть Меня больше волнует Общая картина И общая ситуация И я Вам советую Стараться Все-таки Уметь Видеть Эту картину И чувствовать Ее Поэтому Все Расписывать не буду Но попытаюсь Объяснить Один момент И увидел я С 11 стиха И увидел я Другого зверя Выходящего из земли Он имел два рога Подобные Агнчем И говорил Как дракон Да То есть Вот она Первая Увидел другого зверя Который выходит Из земли У него рога Да Из земли То есть Там все Вот эти моменты Они все что-то значат Да Что он вот именно Из земли Выходит Да То есть Как бы Не из моря Он из земли Выходит То есть Один там Из моря выходил Другой из земли Выходит И он зверь Но рога у него Как бы Агнчий Да То есть Как бы Агнца символ, может быть, антихриста, да, то есть, он действует перед ним со властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть, вот, ну, есть некое, да, вот это вот испытание, которое мы понимаем, во-первых, будет очень похоже на то, что это агнец, да, что это, что это что-то вот от Бога, что это вот на Христа похожее, да, по вот, ну, силе, то есть, там будут чудеса, знамения, да, то есть, и великие будут чудеса, и будет обольщать, а как противостоять, как не повезти, как узнать, потому что вот, я больше чем уверен, по писанию будет соответствовать, многие вещи будут соответствовать, то, что писание, она-то, ну, такая штука, можно вырвать из контекста, и подходит очень даже неплохо, часто, можно даже иногда не вырывать из контекста, то есть, контексты они тоже разные, да, вырвал главу, вырвал книгу, вырвал, ну, все что угодно, и мы все примерно одинаково интерпретируем, да, то есть, и вот, ну, переспорить будет очень трудно, понимаете, кто-то думает, что, может быть, заставлять будет кого-то, да, слушать его, да, вот, да, обольстить, да, что это будет какое-то принуждение, а вот для меня слово обольстить не означает принуждение, значит, обманет, значит, прельстит, значит, наоборот, покажет что-то вот очень такое приемлемое, приятное, принимаемое, адекватное такое, да, вот, как здесь противостоять, скажите мне, когда ты не знаешь, что это будет, когда ты даже не представляешь, что это будет, вот, то, что произошло сейчас с этим коронавирусом, да, так получилось, что сами христиане сейчас по громкой говорит, мы должны послушаться власть, не просто послушаться, мы должны поддержать власть, мы должны прям, ну, классно же, правильно или нет, мы действительно должны поддержать власть, и вот, ну, и вот остаться дома. Однажды Даниилу сказали, не молись, власть сказала, однажды царь Артаксерс возвысил Амана, как власть, и сказал, чтобы все, даже, не то, что Аман вышел такой и сказал, мне, ну, как бы, я вот решил, меня царь возвысил, и вот, мне надо, чтобы все поклонились, царь возвысил Аман, и царь дал повеление, чтобы вот Аману там поклонились, но был один еврей, Мардахей, который в этом увидел что-то, он говорит, это что-то ненормально, вот там все поклонились, а он один стоит, и вот для него это ненормально, неприемлемо, у него другой образ внутри, у него вот, он не знает, может царь ошибся, или еще что-то, но у него есть нечто большее, что он вот, ну, не поклонился, и вы не подумайте, что я призываю сейчас к тому, чтобы не послушаться власть, я вам просто даю пример того, как, ну, как может все вот складываться так адекватно, так правильно на самом деле, так по-христиански, да, что вот, ну, вот правильно сделать так, и сейчас все христиане по всему лицу земли остановили богослужение свадьбы, такого еще никогда не было, я вам уже про это как бы говорил, поэтому, ну, я не думаю, что все, все тогда это, мы тут такие собираемся, я уверен, что есть такие, которые сейчас вот именно так и говорят, вот, что, а мы не, мы, мы, мы вот точно, мы и будем собираться, и нас ничто не остановит, некий такой фанатизм тоже такой, наверняка он присутствует, я как пример говорю, я, вот у вас сейчас есть иллюстрация посмотреть, как сами христиане могут спокойно остановиться, и вот за этой адекватностью принять определенную позицию, которая будет как бы объяснена, разложена, принята, и все. Поэтому, если кто-то думает, а сейчас полно там по интернету, а вакцину против коронавируса, это вот и есть метка зверя 666, а там, я не знаю, еще какие-то там, ну, карточки, чипы, чипирование, все там вот, ну, и так далее, вот я больше, чем уверен, что в реальности, когда это будет, мало вообще кто поймет, что происходит, что вот это именно и есть вот эта вот метка зверя 666. Вот по тому, как это все описано, то есть большинство... А? Силы не описаны. Если будете отрекаться, то будете убитым. Силы мягкие бывают, правильно? Ага, ну я пока силу тут неужели, подожди, давай, 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 прочитаем. И чечеса, которыми дано ему творить перед зверем, он обращает живущих на земле, говорящих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая же их, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал. Так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Вот, 16 стих, просто у меня другой перевод. Да? Ну, почитай свой круг. Кроме того, он силой принуждает всех, малых и великих, богатых и бедных, свободных родов. Принимать знак на правую руку или на лок. Ну, просто думаю, что, ну, вполне может быть, что не будут понимать. Ну, а это же тоже там, то, что у нас сейчас... Издали указ. Издали указ. Это же тоже нас, как бы, ну, заставили не собираться. Правильно? Ну, тоже есть некая сила. Просто вот, ну, вроде как противостоять, да, силу власти, то есть, как бы, и все. И, причем, ну, она такая адекватная, что, как бы, ты, как бы, ну, не сопротивляешься, как бы, ну, как же так, вся власть от Бога. Я, ну, я когда-то вот это получил про Мордахея и вот про Амана. Когда Аман, Мордахею, ему вообще предъявляют, ему вот, он не поклоняется, и ему друзья или там какие-то, они вот его так дергают и говорят, ты че нарушаешь слово царское? Они ему прям так говорят, ты че нарушаешь слово царское? А вот, а он нарушает слово царское. Вот стоит и нарушает слово царское. Не поклоняется. Понимаете? То есть, вот, ну, я говорю, как он это делает? Как не поклониться? Как не принять образ зверя? Я, ну, как бы, мне больше нравится интерпретация, что там вообще не будет, ну, как бы, вот, ну, вот этого, вот, ну, чипирования дальше даже. Ну, не знаю, ну, просто вот это вот, я слышал такую интерпретацию, говорю, что на руку и на лоб это дела и это мысли. То есть, как бы, люди примут вот этот образ зверя, вот этот вот его образ в делах и в мыслях своих. Может быть, это часть откровения, да? Может быть, что-то будет действительно, ну, как бы, прям вот такое буквальное, но там же до этого говорится, что будет зверь, как бы, с рогами-агончами, да? Что будет некая личность, да? И я не говорю это даже как человек какой-то, я говорю это как некий дух времени, дух, который будет вот так надо жить, вот так надо думать. Ну, я вам уже пример, я вам приводил, как мыслит зверь. Зверь мыслит о себе, да? Каждый зверь, он мыслит просто о себе, у него инстинкты, у него сожрать другого это совершенно нормально, да? Нам Иисус другой образ приносит. То есть, как бы, вот, да, вот всем пытаются проявить, вот, ну, сейчас же тоже, как вот эта вот демократия, частная собственность, она так вроде, ну, она так адекватна, так вот близка, что у каждого должно быть свое, да? А я вижу некий образ в церкви Иисуса Христа, где написано, что у них было все общее, и никто ничего своим не называл. Вот это же тоже образ. Это образ церкви, это образ жизни, это образ мысли, это образ как распоряжаться и для чего жить, в чем жить, понимаете? А вот то, что сейчас у нас есть, да, вот это вот, ну, и она так у нас уже, ну, как бы укоренилась, что вот так нормально, вот так надо жить, вот, ну, о своем надо заботиться, свое выстраивать, двери потяжелее, замочки получше и вот, ну, денег побольше запастись, чтобы вот нормально все было. это тоже образ зверя, понимаете? Это тоже образ зверя, ну, для меня. Вы как хотите можете это принять. Поэтому, не знаю, через что мы будем проходить, как на это все смотреть. Предлагаю смотреть на это все сквозь тусклое стекло и в первую очередь не забывать про образ Иисуса Христа, который, вот, ну, мы приняли. Первое Ивана, тоже сегодня об этом молился, первое письмо Ивана, третья глава. Двадцатый стих сначала написано. Ну, здесь тоже, кстати, вот, давайте можем прочитать про антихристов тоже. Дети, последнее время, да, то есть, вот это вот хороший ключ, вот у меня сейчас, да, осенило тоже, то есть, как бы, дети, последнее время, антихристов много. Как определить антихриста? Ну, как понять дух антихриста и дух, нет, 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 и здесь вот написано, дети, последнее время, как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот он ключ к распознанию. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Вот единственный способ в последнем времени определить, определять истину, это даже будет не писание. Понимаете? Это должно быть помазание внутри тебя, что ты имеешь это помазание, и ты имеешь этот образ Иисуса Христа, который вот, ну, он отобразился уже. Ты столько читал Библию раз, да, ты столько раз видел. И вот, ну, и самое лучшее, как бы, читать Евангелие. У нас Евангелие там, да, со всех сторон его описывает, да, и, как бы, я уверен, что, ну, как бы, врагу не удалось его так исказить, чтобы мы приняли какой-то другой образ, да, что даже если есть там какие-то ошибки, даже есть какие-то разницы переводов, там, ну, есть настолько такие, именно фразы, они такие короткие, они действенные, что вот, ну, нельзя заменить, да, вот, сказать там, он исцелил, он дотронулся там, он прослезился, то есть, как бы, оно очень простое, Евангелие, да, то есть, его очень трудно трактовать как-то по-другому, очень трудно исказить образ через Евангелие. Поэтому, но, работает это именно через тот Дух, который внутри нас, через то, что внутри нас отображено, через то, что мы, ну, как бы, внутренне, мы иногда скажем, слушай, вот, что тут не так, не та реакция, не так, Иисус, Он не такой, понимаете, как-то вот, ну, как-то не по-человечески, да, как-то, ну, не... Понимаете, про что говорю, нет? Про масло. Ну, я имею в виду, как... Мы его должны увидеть как личность, как добрую личность, как нежную личность, как открытую личность, любящую личность, уважающую нас личность, понимаете? И если все, что будет не соответствовать этому, если, как бы, да, вот, почему религия часто, она не отражает образ Христа? Она часто делает больно человеку. Она часто обличает человека и очень жестко. Вроде, да, в Библии написано, обличаете, да? Оно все должно быть. Но если религия это делает без любви, без масла, без вот этого вот образа самого Иисуса Христа, ну, это нельзя принимать, это нельзя поддерживать, и нельзя это в себя впитывать, чтобы потом самому становиться таким. Понимаете? Вот, ну, Иисус, Он долго терпит, Он принимает, Он любит. Понимаете? И вот, ну, мы должны стать такой личностью для других людей. Мы начали сегодня собрание с того, что как не грешить? Быть с Иисусом. И быть в Иисусе. Вот, быть в Его личности. Вот это Троица, это то, что Бог сделал. Вот, если я вам сейчас нарисую, давайте, наверное, есть творение Божие, да? Вот все, что входит. Здесь Вселенная, мы, мир, весь, все, вот, ну, сотворенное, да? Как вы думаете, Бог в творении? В творении тоже. Но, Он еще и над творением, да? Правильно или нет? То есть, как бы, вот, это, ну, это, ну, это, а как так? Если вот Вселенная, она, ну, бесконечная, совсем, совсем своя мир. А Бог, Он над творением. То есть, и духовный мир здесь тоже. Ангелы, бесы, все, все, полностью творение, да? Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть, вот, ну, Он и небо сотворил, и землю. Небо, это духовный мир, можно так сказать, да? И, а вот Бог, Он над ним. И Бог, вот, Он, ну, как, ну, можно так сказать, да, троица. И, вот, ну, мир, Он, с одной стороны, в нем, но мир не живет в его жизни. В его жизни, вот, вот, ну, Он, ну, Он, как бы, троица. Отец, Сын и Дух Святой. То есть, это о чем говорит? Что внутри Него есть отношения. Он самодостаточен. Ему, внутри самого себя, Ему хорошо. Вот есть такой, как бы, козловский вопрос, для чего Бог создал людей. Первый, мы иногда отвечаем, что это для себя, да? Он нас создал для себя, ну, как игрушку поиграться, да? То есть, что, как, как некую нужду, что вот тут ему скучно, да? Он там один такой, и Он такой создал нас. Ну, тоже, как бы, ну, есть в этом какая-то мысль. Но смысл в том, что Бог создал нас для нас. Он с нами просто, как бы, поделился своей жизнью. Ему так хорошо, что, вот, Ему хочется еще кому-то это дать. Просто. Он в этом не нуждается. Но это вот, вот это и есть любовь. Это Его желание. И вот. Спасибо. И вот, ну, Вы все равно же видите, да? Вот. И вот, что, что происходит во Христе Иисусе? Сын Божий. Он выходит из Бога. Выкупает нас себе. И, как бы, возвращается туда. И Он вводит нас вот сюда. То, куда даже ангелы не могут проникнуть. Понимаете? То есть, Он вводит нас в отношения. То есть, я рисую, как бы, схематично. Мы никуда не улетели. Мы входим в отношения с Богом. Вот, внутреннего отношения. Он есть любовь. И вот, в Иисусе Христе воплощается вот это. Вот, Он выходит. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый вершивый не погиб на мир. Он отдал Сына. Он принимает, как бы, Сына назад, но принимает вместе с Сыном, как бы, вот, и нас. Вот, в эти вот отношения внутри Себя. Это вот для того, чтобы, да, как бы, ну, осмыслять Бога, осмыслять Троицу. Что Бог сделал во Христе Иисусе. И поэтому мы, вот, ну, теперь мы, вот, там есть это слово, как «познал», да? Вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. То есть, слово «познаете», оно как раз и заключается в том, что, ну, соединитесь, да? Станете одним и войдете, и вот тогда уже будете по-настоящему свободны. Ну, и когда мы, вот, ну, это понимаем, здесь, ну, все становится ясным, да? Иисус вот здесь, я просто вам прочитаю стихи, как Он говорит. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея я с вами во все дни до скончания века. Аминь. «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет в лазере, так и вы, если не прибудете во мне». Да? То есть, как бы, вот, Иисус, Он, Его план, дать нам такие отношения с Богом, которых до Него не было, которые были только у Него, у Сына, с Отцом и с Духом Святым, вот в этой Троице. То есть, вот, таков план Божий. Поэтому, если мы возрастем в этом, да, в этом осознании, да, научимся это, ну, как понимать, научимся ощущать Бога, да, в своей жизни, да, как бы, ну, как личность, не как закон контролирующий, не как, да, когда Иван опять же говорит, что, ну, боящийся несовершен в любви, кто боится, тот еще несовершен, да, что наша цель – это быть в любви Бога, и там мы не грешим, потому что мы любим, потому что нам хорошо, у нас нет нужды грешить, нам легко не грешить, мы находимся с Ним. И вот, ну, вот, вот так вот это как-то работает. Вот, поэтому, влюбляйтесь в Христа, открывайтесь Ему, просите Его о том, чтобы вот Он вам открывался в том, о том, чтобы вот эта жизнь вам открылась, чтобы Он открылся вам как личность, да. Да, читайте Евангелие, насыщайтесь вот этим, что, Его образом, да, чтобы Он действительно, вот, вы могли, вот, ну, сами противостать неправильному образу. Понимаете, вот, сами противостать, потому что, ну, религия будет нести неправильный образ. Здесь апостол Иоанн говорит, они были с нами, но вышли от нас, и через это открылось, что это уже не то, да. Но, впрочем, вы имеете помазание и знаете все. И дальше тут написано. 26 стих. Это я написал об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас, и оно истинно и ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Я говорю, что об этом непросто говорить, и мне очень хочется, чтобы вы услышали это, что, ну, внутри нас живет это помазание. Мы должны научиться доверять этому помазанию. Мы должны научиться на все смотреть через это помазание, через Иисуса Христа, через действительно внутреннее познание Бога. Как мы чувствуем, как мы ощущаем. Потому что человеку всегда хочется на что-то опереться, на что-то, к чему-то прислониться. Откуда-то узнать информацию, да. И вот сейчас, вот это страшное время, необычное время, когда этой информацией будет, вот куча информации, и у тебя будет выбор, либо ты будешь бегать от информации к информации, от информации к информации, либо ты будешь внутри себя, имея вот это вот помазание, знать, ну, что у тебя все в порядке, Бог с тобой, и если что-то надо, Он тебе подскажет, Он тебя проведет, Он тебе, ну, как бы, вот, все, ты не сомневаешься. И вот, я думаю, какую я мысль-то пропустил. У нас есть, по идее, вот, ну, две, два момента в христианской жизни. Когда мы ходим за Иисусом, да, как ученики, как Петр, да, когда вот он три года с ним ходил, да, и потом Иисус ему говорит, любишь меня, Петр, паси овец моих, любишь меня, Петр, паси овец моих, да, то есть, вот он, Петр согрешил, когда Иисуса не было, он не устоял, а ему и не устоять надо было. Ему просто нужно было понять, что без Иисуса он не устоит. И никогда и никто не устоит без Иисуса, понимаете? Но Иисус, Он говорит, я уйду на время и опять приду, мне нужно уйти. И даже вот вы не устоите на самом деле, но ничего, я приду и все будет нормально, да, ну, другими так словами, да, то, что ему не нужны герои, да, ему не нужны вот эти вот суперчеловеки, которые и без него могут справиться, и без него будут не грешить. Ему нужны вот эти люди, которые ощущают вот эту нужду в нем, которым хорошо с ним, которые открыты для него, и которые ждут его, и он ценен для них. И он за таких людей отдает свою жизнь, всего себя. Для чего? Да для того, чтобы всегда быть с нами. Понимаете? Вот такой вот парадокс. Он поэтому и говорит таким парадоксом, он говорит, я иду и опять приду. Я уйду и опять приду. Поэтому нам надо, чтобы вот он пришел. Но как он приходит? Как он уже будет, например, с Петром, да? То есть мы видим, опять он у вас спрашивает. Все, что Иисуса интересует, это отношения. Любишь меня, Петр? Любишь меня, Петр? Любишь меня, Петр? И Петр вот, ну и он любит и обижается. Ну что ж ты меня спрашиваешь все время, да? То есть что ты, ну я ведь действительно тебя люблю? Он ему, паси овец моих, паси овец моих, паси овец моих. То есть здесь существует такая штука, что, знаете, нет промежуточного состояния. Когда ты ходил, ходил за Иисусом, а потом вдруг у тебя вот такая серединка, и ты такой, вот теперь я свободен, пойду теперь куда хочу. Иисус говорит, нет. Теперь любишь, если меня, паси овец моих. Теперь ты должен быть моим присутствием для других. Понимаете или нет? То есть как я был для тебя вот этим покровом, так теперь ты, паси овец моих, для того, чтобы ты будь мною, да, другими словами. То есть я теперь буду в тебе, я тот, кто тебя наполняет, но я тебя наполняю не для тебя. Я тебя наполняю для них, для моих овец, понимаете? То есть как бы нет вот этого промежуточного состояния. Поэтому это то, что мы, ну, как бы, как христиане должны понять. Из нас должно, ну, потечь однажды, да, чтобы мы не где-то находились в таком подвешенном состоянии, вроде Бога знаем, но вот Иисус должен тебя как бы, ну, ты сначала с кем-то ходишь, за кем-то ходишь, да, в чем-то пребываешь, а потом Бог тебя хочет использовать, хочет быть в тебе и действовать на других через тебя, чтобы ты стал вот этим человеком, именно человеком, с которым комфортно, который добрый, мягкий, мудрый, полон любви, полон терпения, полон открыт, и, понимаете, и веселость, не депрессивный, да, такой, не маловерный. Ну, образ Христа. Все, я настолько впитал этот образ, что я хочу этот образ отражать, и отражаю, насколько могу. И мы, на самом деле, как один человек, мы не можем отражать его образ. Мы его отражаем как церковь. Поэтому тоже не стоит разочаровываться, да, там, вот, на моем ребятам, что я периодически его не отражаю в каких-то моментах. Потому что, ну, я не он, но я хочу быть как он. Я стараюсь быть как он. Я стараюсь думать как он. Я стараюсь действовать как он. Я стараюсь любить как он. Я, ну, во всем стараюсь быть как он. Но иногда я все равно не как он. Потому что, ну, я, как бы, человек. Но это говорит о том, что мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в теле, чтобы мы были этим телом, который вот в своих функциях уже, да, в своих проявлениях, мы являем его, ну как бы людям другим и мир аминь поэтому какой способ, чтобы не грешить быть с Иисусом и быть Иисусом быть с Иисусом и быть Иисусом именно только им не какой-то там другой образ даже не апостолом поэтому некоторые говорят я Павлов, я Кифин я это учение, я это учение у нас вот, у нас один Господь Он явил, сей есть образ Бога невидимого понимаете, все это сказало Слово Божье, это запечатлено и тоже помните, что наш Бог Он молодой, Он свежий Он хоть и в Ветхи днями всегда был но вот Он же не стареет понимаете, вот Он как да, вот Он такой понимаете, все вот Он Он веселый понимаете, он вот все, все, чем вот как полон жизни вот это, да, полон энтузиазма полон энергии да, полон ну вот когда ты полноты жизни достигаешь когда из тебя начинает вот это вот все сочится, струится да, вот это небольшое отражение то, какой наш Бог Аминь? извините, что я долго но я вот, ну, не мог вот эти все моменты они пришли все в одну проповедь и и как не грешить и образ Иисуса Христа потому что я считаю что для последнего времени это будет ключевой момент еще раз подчеркиваю именно внутри именно через помазание именно через то, что ты не будет времени бежать кому-то и спрашивать а правильно? а я вот правильно думаю я вот правильно делаю я вот понимаете, вот сейчас другое время наступает где ты вот ну, внутренне должен научиться вот это определять определять потому что у нас есть дух у нас есть помазание у нас есть его образ и мы должны перестать в этом сомневаться а должны вот просто ну, двигаться действовать как он Аминь давайте встанем и будем молиться Продолжение следует...